Самая главная интересная новость, прям даже, можно сказать, откровение, это то, что перед тем, как смотреть твою серию, ты сказал, нажми, пожалуйста, вот так, она должна быть так, презентована. Ну, это смотря кто как собирает. Вот, и вот как раз-таки вопрос о том, что всегда восприятие зависит от того, как автор сложил последовательность, выбор кадров, их расположение на экране, да, все это очень сильно влияет, все это важно. По умолчанию, да, серии смотрятся в плитке стандартной, да, где одна слева-направо, 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 парные, да, либо там сформированные горизонтальные с вертикальными, вот. И то, что вот именно такой подход, да, как иногда у некоторых, плитка на сайте, очень интересная, и самая главная вещь, да, которая мне была сначала непонятна, куда он смотрит, ты сказал, он смотрит на крест, вот здесь это обрело смысл. Это прям интересно и прикольно. В целом, как бы для меня, ну, есть несколько определенных важных моментов, да, первое, это в любом случае, как и в любой фотоработе, самое важное, это исполнение, да, то есть насколько хорошо снята фотография, насколько она профессиональна, насколько она технически интересна, композиционна, то есть вот именно те самые вещи базовые, да, которые общеприняты, вот. И в целом, как бы, глядя на твои фотографии, я понимаю твой подход, я понимаю то, что ты делаешь, и как бы на этой стадии у меня никаких вопросов не вызывает, какого качества фотографии, да, ну, там может быть какие-то отдельно взятые, можно просмотреть, да, вот. Сложность репортажа в том, что у тебя в кадр попадает слишком много того, чего там быть не должно, да, и не всегда можно взять, очистить пространство, выровнять вообще стены и людей в кадре тогда, когда ты ими не управляешь, да, и вот такие кадры для меня, ну, как и для всех, я думаю, сложны, в том плане, что тебе нужно максимально исключить все самое лишнее, да, и вот понятно, что вот здесь вот, твоя фотография, вот именно в этой области, подойдя ближе, можно увидеть то, что ты делаешь, да, вот именно графичность, одно, один человек, на которого падает силуэт, другой человек, который в силуэте, да, и вот такие вот вещи, вот. То здесь немножко рушится именно восприятие того, что ты преследуешь и то, что ты исповедуешь, да, вот правильность, лаконичность, то, что светом выделяется важное, в тень уходит все самое ненужное, да, это вот именно такой финчеровский, как ты говорил, подход, когда он, у него в тени вообще все то, что неважно, вот, и на свету появляются, да, какие-то вот акцентные вещи, да, там, человек, детали, там, прочее, что, в принципе, здесь везде и есть, вот. Тут как-то немножко вот это вот режет, и понятно, что, возможно, ты искал именно связь между одним и другим, то есть между миром жениха, да, миром невесты, это как раз-таки тот мостик, который их соединяет, да, что вот, ну, там где-то был он, были какие-то детали, да, и вот в целом вот эта вот связь очень прикольная, мне кажется, через такую игру цветов, и... Мне еще и рифмы нравятся, то есть круг, кольца... Да-да-да, тут вот это идеально, да, и потом бабах ты такой, ну, откуда это, зачем это, да, как будто бы, возможно... По правилам серии, ну, хорошо, когда они чередуются по... Ну, по крупности, да-да-да-да-да, то есть общий план, средний план, ну, плюс, как я и говорил, что считаешь, что фотограф, он должен выделиться и в репортаже, и в постановке, да, но, может быть, в серии, я согласен, что это немножко выбивается. Ну, как бы, чтобы было цельное произведение, да, такое законченное, и вот как-то мне показалось, что это немножко из другой оперы, да. Этому, безусловно, нужно учиться, мне? Да, это всем нужно учиться в любом случае, и очень круто признавать то, где ты понимаешь, чего тебе не хватает, да, и в целом, ну, то есть вот каждая отдельно взятая фотография, интересно, что вот именно такой просмотр, да, самой серии, где у тебя взгляд задерживается на каждой отдельной фотографии. Это именно твой подход, это именно твоя фишка, так и делай всегда, если где-то на сайте, именно так, чтобы человек всегда смотрел, как отдельное произведение, и это очень хорошо. Вот, так, с одной стороны, нет, наверное, жесткой связки, да, вот именно, что ты прям смотришь, как комикс, да, как единое повествование, но, с другой стороны, как бы, акцентируется внимание на каждой отдельно взятой фотографии, да, и человек в своем комфортном ритме связывает одно с другим. Вот здесь мне показалось, как будто бы сейчас мы совершенно в какую-то новую историю по цветовой гамме, да, выходим, но понятно, что здесь она рифмуется со следующей, да, и как будто бы оно потом уже нормально течет дальше. Но при этом мне важно не просто показать, да, то есть как классные кадры, а при этом важно показать само событие, да. Ну, собственно, что и преследует серия, да, зачем ее показывать, за тем, чтобы сделать историю повествования. То есть если ты задал вопрос, что получают клиенты, что получают зритель-фотограф на сайте, да, это не верит в том, что они получают что-то абсолютно разное, да, то есть зритель-фотограф на сайте, он должен увидеть частичку событий, свадьбы, то есть те фотографии, которые интересуют только клиенту. Вот, вот это мне очень нравится, вот эти вот детали, как раз-таки тот самый ситуативный репортаж, когда это живой момент, да, но в нем есть вот именно твоя артовость, вот то, что ты тут преследуешь. Да, это фотография тоже победила на разных этих. Вот, это прям вот очень-очень круто, да, и вот тем самым немножко жалко, что, ну, вот кадр, который достаточно такой сумбурный, да, с одной стороны, вот, я очень люблю резать, да, и ты мне уже говорила, что иногда фотографии выглядят так, как будто они очень-очень на маленькую матрицу сняты или еще что-нибудь. Потому что я потом еще тоже, на самом деле, допиливаю все, вот, и вот такие, ну, как бы части тел я стараюсь исключать, да, чтобы они не отвлекали от, ну, как бы от сути, да, тут там вот есть персонаж, видимо, мамы, да, там, ну, или вот кого-то взрослого, и сцена, которая разыгрывается. И здесь есть человек, который, в принципе, никакой роли здесь не играет, который можно убрать, да, отрезать и вполне себе фотография, наоборот, только от этого выиграет, и акцентное внимание будет на самое главное действие. И вот, ну, вот, да, в целом, как бы такие кадры сильно отличаются от того, что ты делаешь, когда у тебя все под контролем. Ну, то есть, ты видишь здесь вот все, все так, как надо, все прям очень-очень монументально, вот, как я говорил, как будто в опере ты находишься, да, и вот оно действие, театр разворачивается. Даже здесь, ну, это вот, я так понимаю, живой такой кадр, да, но здесь вот именно сошлось так, как тебе нужно, и ты вот именно так это и увидел, как ты и делаешь. Вот то, о чем я говорил, когда ты делаешь где-то что-то в арте, в творчестве, да, потом переносишь это в репортаж, как, например, здесь, да, и у тебя получается очень артовый репортаж, это прям интересно, прикольно. Вот, жалко, что, ну, вот, не знаю, насколько вот его видно, да, ну, видно, видно, все равно видно, что это, кто это, вот, хотелось бы вот чуть-чуть, может быть, выделить, было бы прям вообще классно, вот, ну, очень сильный кадр тоже, хороший. Вот, в целом, вот, мне нравится, как все идет, да, может быть, по событиям я бы священника вначале, да, который вот их как бы встречает таким образом, да, и потом мы попадаем в пространство церкви, где уже происходит между ними вот сама церемония. Это было бы вот именно прям так линейно более логично. Многие европейцы используют такой принцип, когда они сначала показывают вау-фотки в серии, а потом идет повествование, такой флешбек. Знаешь, тут еще практическая больница от этого, то есть важно зацепить зрителя, то есть должно быть классное начало, чтобы зритель остановился на серии. Посредственно фотографии могут быть в середине, но еще важно, чтобы конец был вау. Да, 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 да. Вот этим сложно, сферонологически, да, вначале заложить какой-то вау, когда в целом начало очень размеренное. Чаще всего оно начинается не с чего-то суперразрывного, не взрывается дом, да, и на фоне там что-то происходит, а нужно вот как-то эффектно начать. Я понимаю этот прием, да, как бы, но с ним, мне кажется, очень сложно работать. Да, ты зацепишь зрителя, но затем он может немножко запутаться в том, что происходит. Это прием также работает в верстке книг, кстати, да, чтобы... Да, да, да. Вот здесь вот пошла вот эта вот драма и в плане цвета и контраста, да, которые... Слушай, ты говоришь про то, что там темное все, там не видно детали. И на самом деле, опять же, считаю, что многие фотографы боятся делать черно-белые фотографии. То есть большинство фотографий, да, черно-белых у многих фотографов, это просто серые фотографии. То есть куда бы ты ни тыкнул, везде там разные оттенки серого. Да, 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 примерно одинаковый контраст, примерно одинаковый. Я считаю, что если прямо черные и белые, то это пересвет и темно, как бы это брак. На самом деле, мне кажется, как раз-таки зашли нарушение таких правил и зарождается творчество. Определенный стиль вырабатывается, да, он преследуется. Вот поэтому немного сложно, конечно, когда вот было так, и потом вдруг в Кемрана вселился классик. Да, но то, что ты предлагаешь, это делать исключительно артовую серию. Возможно... Ну вот да, да. Возможно, ты, наверное, смотивировал меня сделать что-то подобное, да. То есть на основе тех серий, которые уже есть, возможно, собрать, не думая о том, что это свайба, что это для клиента. Да, да, да. Но я с тобой согласен. Как отдельное такое творческое высказывание, да? Вот я так ее увидел, я так ее представил. Я бы, наверное, мог бы так собрать. Возможно, это было бы лучше. Человеку немножко страшно, да, когда это свадьба, да, хочется показать свадьбу. Даже, допустим, несмотря на то, что я говорил, что я не рассматриваю мою вебет как платформу для поиска клиентов, я понимаю, что невесты могут смотреть. И когда невесты будут смотреть и не увидят такие фотографии, немножко страшненько. Даже мне немного страшно. И здесь дальше, да, такая идет склейка, и дальше повествование в более таком глубоком контрасте продолжается. И здесь немножко по-питерски вот такое вот уже. Я вижу и окружение, и все немного другое, и другие декорации. Такая вот прям более пленочность вот эта вот 80-х, да, какая-то эстетика в цветах, чуть-чуть другая. Вот, это прикольно. Обожаю вот такие вот вещи, это очень прикольно. То, что в целом, то есть я вижу, что у тебя очень много центральной композиции, но я также понимаю, что это, скорее всего, один из ключевых таких, не то чтобы приемов, да, а видения. Ну, то есть вот определенная графика, определенная симметрия, определенные такие вот вещи. Вот, но иногда как бы смещение, да, куда-то в другие грани, оно бы разбавило. Понимаешь, все эти фотографии, они репортажные, и тут не до того, чтобы выбирать ракурс, там, менять. Тут легче просто снять в лоб, честно, то есть прям по центральной композиции, да. И уже потом, если позволяет, там, сделать кроп. Кстати, я не боюсь сделать кроп, поскольку... Я вообще не боюсь. Да, ну, в твоем случае, снимая в RAW, у тебя получают грязные немножко, ну, по-своему, интересные, такие зернистые, может быть, пленочные. В моем случае, я снимаю в JPEG, и мне не страшны высокие ISO. Это интересно, я на самом деле, да, вот ты мне об этом сказал, я думаю, блин, надо попробовать, вот посмотреть, как получится, что получится. JPEG-фотография, если ты правильно настроил, да, то есть мануал, режим абсолютно везде, где баланс белого брикетинг цветов, то он может выдать очень классную картинку. Вот, и с другой стороны, я в целом не особо боюсь шумов, ну, то есть, окей, я могу даже... В определенной серии, да, идет, там, пять фотографий, где они сняты в очень-очень темных условиях, где-нибудь на улице, и там затесалась какая-то фотография, которая была снята при более или менее нормальном ISO, я могу специально ее сделать более шумной, чтобы оно все смотрелось как... Нет никаких правил, просто фотографы большинство с вами такие задроты, которые всю ночь ломают голову, сделать чистый цвет, как будто это баннер для рекламы или так, или что-то подобное, да. Когда как цель в социальной фотографии, это передать атмосферу, настроение, социальный фотографий может быть размытый, зернистый, какой угодно. Ну, они преследуют разные смыслы, да, да, да. Если ты размываешь фотографии, ты показываешь либо динамику, либо стремительность, либо... Даже завал горизонта, который считает ошибкой, да, его тоже можно оправдать, естественно, динамику. Я, кстати, заметил, да. Вот я все шучу, что... Ну, вот это вот прикольно, да, конечно. И здесь бы его еще по диафрагме закрыть, да, и вообще бы он такой слитный был бы со стеной с рогами. Да, слушай, я весь банкет снимаю практически на светосильный объектив, поскольку не работают группы вспышек. Да, да, да. Ну, это, опять же, определенное ограничение, определенный подход, окей. Вот, видишь, как бы вот здесь для меня сложность в том, сложность восприятия, да, когда шло линейное повествование, как будто бы здесь это уже похоже на вечернюю атмосферу, на такой вот ужин при доступном свете, да, и вот уже какие-то есть такие намеки прямо на вечернее состояние, и вдруг мы попадаем на яркий свет, где все ровно, гладко и круто. Я даже думаю, что сейчас я смотрю и понимаю, что эти кадры в принципе можно было брать. Да, во-первых, ну, либо убрать, да, либо если они там важны, они тебе интересны для того, чтобы создать какое-то впечатление, переместить их там после церемонии. Ну, как бы смыслово как-то поиграть вот с этим, что как будто это тогда произошло. Вот, и оно как-то более логично, да, будет выстраиваться. Мы не будем возвращаться в яркий день, да, когда, опять же, здесь вот пошла вечерняя атмосфера, луна, небе. Да, я согласен, что тема выбивается. И у нас как будто это флэшбек смотрится, как будто это кусок, который был раньше, и он тут появился, мы не совсем поняли, почему. Вот, здесь уже совсем ночь, да, как бы, вот, и такое. Мне кажется, на все это иногда открываются глаза, знаешь, не после первого просмотра. Да, да. Наверное, все-таки есть смысл, наверное, иногда делиться с коллегами, да, показывать, чтобы был какой-то свежий взгляд со стороны. Это очень здорово, на самом деле. То есть, вот, когда ты получаешь, например, только позитивную реакцию на твою работу, будь это my way, да, где, в принципе, ну, как-то негативное обсуждение, ну, не принято как будто бы, да. И в целом, если ты что-то, либо ты получаешь безразличие, либо ты получаешь только какую-то положительную энергию, да, либо это конкурсы, где в целом люди оценивают хорошо, да, либо, опять же, никак. Вот, а в общении, например, ну, там, с коллегами, чьи мнения ты уважаешь, и там, друг, который тебе может сказать, знаешь, ну, вот тут как бы есть вопросики. Вот, именно здесь он как-то взгляд открывается на какие-то новые вещи, которые ты просто не замечал, потому что твой фокус внимания был совершенно в другом поле. И это всегда очень круто. Я, на самом деле, никогда не стесняюсь говорить что-то, что не так, потому что я понимаю, если мне такое скажут, я скажу спасибо, я скажу круто, я не замечал этого, спасибо тебе за новое знание, это прям, ну, здорово. Хотя, ну, как бы не придраться, светофор, 55 лайков и серия шикарная, как ни крути, да, но нет предела совершенства, все мы хотим развиваться, и какие-то вещи, которые там мне, например, если сложно снять какие-то сложные по свету, да, истории, вот, ну, я не практикую это, я не занимаюсь этим так долго. И я объективно могу сказать, да, я такое не могу делать. Я в свою очередь могу сказать, что я очень слабо собираю серии, даже элементарно то, что я работаю у себя в Дагестане, да, это национальный свадьба с кучей обучи, да, то есть там может быть очень классный репортаж, там в идеале можно собрать классные серии, но я этого не делаю. Ну да, да, да. В целом, вот если сейчас обобщенно посмотреть, да, и вот на впечатление, которое складывается, да, оно такое вот прям очень киношное, очень символичное, с крестами, с церемонией посередине, да, вот-вот с таким вот каким-то немножко даже нагнетанием чего-то такого вот более возвышенного и всего такого. И такие вот достаточно простые вещи, особенно в начале, которые нас выбивают немножко из такого вот повествования, как может быть вот такой кадр, да, как пришли подружки, да, вот-вот, и вот произошла встреча, да, и она такая простая, такая земная, ну то есть у него такой спокойный взгляд добрый, и ты как будто бы, ну вот такой, стоп, было же другое, он же такой суровый, он же такой вот прям монументальный там и все, слишком такой резкий переход немножко выбивает. Вот это вот выдержано в той же стилистике и как-то вот рассказывает нам ту же историю. Как ты относишься к такому понятию, как постановочный репортаж? То есть сейчас мы видели репортажный кадр, где, в принципе, влияние фотографа на момент такое слабое. Как ты относишься к тому, чтобы немножко вмешаться, да, то есть дать моменту закончиться и переснять, может быть, такой своеобразный постановочный псевдорепортаж? Да, в целом нормально, почему нет? Ну то есть если тебе нужно, нужен этот кадр, ты можешь его улучшить, но не получилось у тебя с первого раза, но ты знаешь, что я могу доделать этот кадр, сделать его максимально крутым и интересным. В данном случае с таким грозным лицом более киношно его подойти, да? Например, да, попросить подойти его к ней, да, может быть, в другом месте, может быть, если встреча не очень сложилась по свету, по обстоятельствам. А им могут даже хронологии в разных частях, да, произойти. Да, конечно, конечно, это как вот видеографы, да, снимают иногда им нужен крупный план, там, кольца, там, или еще чего-то, или взгляда, там, да, вот, и они могут потом его где-то подснять, вот, и добавить его, ну то есть на монтаже совершенно менять. Мы же тоже как будто бы кино создаем, мы можем перемонтировать его, сделать свою версию, как Лигу Справедливости. Слушай, ты, когда собираешь серию, вдохновляешься какой-то музыкой, может быть? Собираешь это под какую-то музыку, чтобы проникнуть еще больше? Не, ну я люблю слушать музыку, иногда она прям навевает какие-то идеи, какие-то мысли, но вот так вот, чтобы включить свой плейлист, сесть за ноутбук и начать отбирать съемку, как я вижу, огромное влияние музыки на мое видение фотографий. Я на самом деле музыку люблю такой мрачный, вот из стилей Энигмы, например, да, то есть я считаю, что это своего рода откликается на моих фотографиях. И в данной серии я делаю конечный продукт как сайд-шоу для клиента, да, я ее собирал под, если ты слышал музыку, Ханс Зиммер, кажется, для Котда Винчи. Слушай, ну вот вначале она прям звучит, вот здесь вот прям, да, в конце играет рок-н-ролл, вот здесь что-то уже совершенно другое, тут уже пошла другая какая-то энергия, совсем другое повествование. Но в целом как бы она вот именно сильна и хороша, именно верстка вот именно такой, когда ты не заставляешь зрителя следить за комиксом, а когда ты ведешь его от кадра к кадру. Ну вот там вот убрать бы вот эти вот, которые вещи выбиваются из повествования, и вообще я бы просто прям вау, 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 вот только вау. Если мы успеем, то мы можем тогда глянуть мою. Ну давай ты покажи серию, которая тебе больше нравится, которую ты отправил на Эверд. Вот эта серия, да, которую я отправил, и она именно была сверстана таким образом, чтобы вот смотреть ее вот таким образом. Адрес на план, шаблонное начало, классно, какие-то абстракции, здорово, что подводишь. Я люблю подводить к персонажам не сразу, да, то есть вот показал адрес на план, и вот тебе невеста. Мне нравится показывать невесту сначала, силуэтом, немножко отвлеченно, да, как ты сделал это здесь. Далее такой фрейминг, отдельный кадр, очень классный, да, композиционный. Но мне кажется, уже немножко затянуто, то есть мне хочется больше лаконичности. Да, кстати, одинаковый прием. Да, да, да. Дальше. И здесь мне сложно, то есть в моей голове определенный шаблон, что здесь собирается невеста, они собираются вместе, насколько я знаю. То есть слишком такой риский переход, вот они вроде собирались, да, не хватает как будто бы каких-то деталей, каких-то крупных планов, то есть общий план, общий план. Ага. Да. И здесь, ну честно, такие фотографии я никогда не понимал, когда просто сидят, допустим, мне кажется, фотография, она должна быть живой. Я вообще стараюсь исключать фотографии. Это человек говорит, который говорит, я в репортаже не очень. Нет, даже если я снимаю постановку, я стараюсь, чтобы они не смотрели в кадр, поскольку взгляд в камеру уже, наверное, говорит о том, что там есть фотограф. То есть постановка тоже имеет право быть живой. Да, да, здесь именно утрирование того, что вот именно такая фотография, именно в кадр, как на фотографии. Да, да, то есть постановка, она же не обязана быть искусственной. А здесь, если ты делаешь какую-то постановку, она же должна о чем-то говорить. То есть в естественной жизни, ты представляешь их такими? Вот такими вот. Как они в естественной жизни? Это именно возвращение? То есть вовсе могут, да. Да, 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 умеют. Да, дальше. Вот эта эстетика мне очень нравится. Такие черно-белые, смаз легкие, динамика. Это мне очень классно. Ну, смотри, ты говоришь про завал горизонта, но у тебя этого много. Мне кажется, чтобы завал горизонта был оправданным, должна быть прям бешеная динамика, размытие какое-то, да. А тут, ну, я не вижу такой прям динамики, чтобы заваливать горизонт. Мне кажется, как раз завал здесь немножко зрительно мешает увидеть картинку. Плюс мне здесь не нравится стоп, который над головой. То есть как раз-таки ты, вот говоря о своих фотографиях, больше отмечал твое стремление, твою любовь к репортажу. А мне больше нравится, я не знаю, это же не репортажный момент, или ошибаюсь? Ну, в целом, вот именно эта фотография, да, была очень таким аккуратным движением его по ней, да. Я их сначала оставил, оставил, оставил. То есть это скорее про то, что постановка как, ну, такой искусственный репортаж, что ли. Ну, плюс еще смотри, опять же, про завал горизонта. Видишь линия, которая кривая, при этом, опять же, мы же играем по правилам ресурса MyWet. Видишь, допустим, даже эти линии, да, это часть твоей серии, считай. То есть это какой-то зрительный конфликт какой-то. Действительно становится страшно. Здорово. Ну, тут, наверное, хотелось бы продолжение, да, этой атмосферы. То есть локация поменялась. То есть ты дал понять зрителю, что сейчас будет страшно, но дальше идет совершенно другое. Это как параллельное восприятие, ну, то есть параллельные события, которые происходят. Отдельные кадры шикарные, вот эти вот детали, многоплановость, вот этот фрейминг, это все очень здорово. Но здесь я уже не поймаю, что происходит. То есть они уже в другой одежде, в другой локации. Банкет это или что? Церемония. Сейчас видно, что банкет. Вот это интрига, да, что будет дальше. Вот, отдельный кадр. У тебя в портфолио есть очень много кадров, которые способны выиграть в различных одиночных номинациях. Их нужно просто отправить в нужные ресурсы и в нужные номинации. И даже здесь, мне кажется, немножко затянуто. То есть, опять же, мое мнение, что серия будет лучше смотреться, если она будет немного лаконичнее. То есть везде движ, движ, движ. Отдельные кадры, самописи, крутые. Но, мне кажется, зритель уже будет уставать. То есть он видит просто движ, репортаж, классно. И тут хочется какого-то вау, арта какого-то, что фотограф остановился, остановил взгляд, рассмотрел фотографию. Но по атмосфере все круто. Безусловно, такие фотографии, такая серия очень зайдет невесте, клиенту. Моя задача как бы отразить то, что происходило, как оно происходило. И примерно в пропорции того, что оно происходило. Блин, все здорово. Ты действительно классно ловишь моменты, да, в этом твой огромный плюс. Супер. На самом деле, это лишь мое мнение, да, то есть классно, что мы с тобой с разным видением. Это вообще, да, на разные вселенные, я же говорю. Это очень прикольно. Классная серия. Я бы, наверное, просмотрел твое портфолио, либо ту серию с маской. Которая нравится тебе больше, короче, чем она. Давай, давай, да, сделаем так, что мы посмотрим ту серию, которая тебе понравилась. Она, по сути, не свадебная, то есть это именно то, с чего мы начинали, да, говоря про съемку какого-то арта, да, как... Ух ты, это прям здорово. Тут каждый кадр прям постер. Вот. Это именно то, что снимается вне свадеб, да, то, что вот как я это увидел, как я посмотрел на эту ситуацию, которая возникла в мире, да, и через творчество каким-то образом... Это коммерческая съемка или творческая? Это абсолютно творческая съемка, то есть я ее сам инициировал, сам придумал. Ну, слушай, жалко, что, опять же, по правилам ресурсов, если не обманывать и быть честным, такие съемки нельзя выкладывать, но, опять же, есть лайфхаки. То есть если я что-то такое творческое организовываю, я обязательно беру какую-то символическую плату, потому что я юрист по образованию. Если по законодательству, если есть какая-то символическая, даже символические 5 рублей, если есть, то это уже коммерческая съемка. И тут ты фактически не нарушаешь правила. Это один из лайфхаков? Нет, это коммерческая съемка, потому что я платил модели, потому что я... Ты платил, но тебе не платили. Ну, это коммерческая съемка, только немножко по-другому. Но в целом тут я никого не обманываю, потому что это никак не похоже на свадьбу, и в целом все все понимают. Это именно было такое высказывание на злуху дня. Прямо магия черного, все классно, да. Как ты любишь, да. Ну, я бы, наверное, знаешь, хочется, чтобы прям каждую фотографию... Вот, вот, видишь, как по-разному мы это все воспринимаем. Я все-таки собирал это вот именно как, ну, если бы это была книга, да? Да, и опять же прорядить вот здесь, потому что, смотри, раз, два, три, четыре, одно действие показано с разных ракурсов. То есть, как раз-таки сложность заключается в том, что ты, как фотограф, должен одну фотографию показать максимально объемно на один эпизод. Конечно, легче показать с разных ракурсов, что происходит. Сложнее ведь одной показать. То есть, я бы, наверное, исключил вот это. Она вообще не информативная. Просто локоть. Не скажу, что это прям эстетично. Это оставить. Вертикалка, в принципе, мне не очень нравится. Может быть, я оставил бы вот это и вот это. Дальше все здорово. Все атрибутчики пандемии. И все, что... Ух ты, вот это прям класс. Такой контраст. Черное, белое. Прям то, что я люблю. И, естественно, вот эти фотографии. Были бы эти фотографии мои, я бы точно получил несколько августа эти. Потому что ты знаешь, куда их нужно отправить, да? То есть, как будто бы один и тот же эпизод, но разной крупности. Может быть, немножко... Ты понимаешь, когда вот нет такой вот голод, вот хочется показать, показать, насколько это было круто, то возникает, да, иногда такое впечатление, что хочется показать и отсюда, и отсюда, и оттуда. А слушай, можешь дать какое-то пояснение, для чего появилось зеркало здесь? В целом, вообще, вся идея была в чем? Мне причем иногда нравится создавать какие-то смыслы, которые не до конца понятны, но они создают какое-то впечатление человеку, да? Он может по-разному интерпретировать, но смысл был в том, что они не должны касаться друг друга нигде. И только в зеркале она может отразиться, или где-то быть на расстоянии, на разных планах, либо вначале, на самом деле, между ними стекло там, да, которое подсвечено светом. Да, это здорово. И они не могут коснуться, потому что пандемия, потому что касаться нельзя, да? Да, но мне кажется, еще круче, если бы сам зритель понимал, ну, как бы догадывался бы, да, как бы фотографу, как автору идеи, легче это понять. Понятно, да. И важно донести до зрителя, что хотел... Ну, прям полностью донести, да? Это как авторское кино, он может сделать высказывание определенное. Да, мне нравятся такие фильмы, после которых ты лезешь в гугл и читаешь... Да, и думаешь, а что же он имел в виду? И это, на самом деле, очень-очень прикольное впечатление. Потрясающий последний кадр. Да. Ну, тут же опять тоже была, преследовалась история, что они не могут коснуться друг друга, и как будто что-то друг от друга оттягивает, да? Вот эти вот черные условные белые одежды, которые... Я вот тут сделал мультик с позицией, где мы прям смещались воедино. Окей, следующий шаг, да. Ты классный. Ты классный. Ты просто офигенный. И очень хорошо, что вы разные. Это было очень круто, это было информативно для меня, надеюсь, это было полезно для зрителей. Мы старались максимально без воды, простите, если мы сильно занудствовали. Ну что ж, спасибо, с вами был Кевран Ширалиев и Назар Ваёшин. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, подписывайтесь на YouTube-канал GetLens. Увидимся, пока.